Привет! Сегодня мы решили сделать обзор на игру, которая понравится заядлым любителям дальнобойщиков. Ох уже эти времена, когда мы могли сутками вести огромную фуру через несколько городов, при этом просто залипая на дорогу и объезжая попутно посты полиции. Сегодня у нас на обзоре Мотор Депо. Вы на канале Альфа Андроид Геймс и мы начинаем. И первое, что стоит заметить, в игре довольно приятная графика. Есть смена дня и ночи, а также погодных условий. Вы можете ездить летом или зимой. Выбрать пару года можно в меню. Также для любителей более хардкорной игры есть сетевой режим. И одиночный, для тех, кто не любит компанию из реальных игроков. А первым вашим автомобилем будет ВАЗ 2106. Это, конечно, далеко не Феррари, но ездит и слава богу. Кстати, стоит сразу заметить, что все автомобили здесь поделены на виды. Есть легковые, грузовые, фуры и даже автобусы. Также в зависимости от типа авто, вы сможете брать разную работу. На легковушке вы, к примеру, будете работать в такси. В то время как на автобусе вам предстоит ездить по заданному маршруту и перевозить пассажиров, высаживая их на остановках. Ну а после того, как заработаете немного деньжат, сможете купить себе авто получше. Выбор здесь довольно большой, и вы обязательно подберете что-то под себя. Изменить авто тоже можно, добавив ему парочку обвесов, изменив цвет и повесив красивую елочку на зеркало заднего вида. Бонусов это, конечно, не принесет, но эстетическое наслаждение вы точно получите. Управление в игре также довольно удобное, хотя местами и непростое. Здесь простая коробка автомат, пара стрелочек для поворотов, а также есть возможность включать фары, стеклоочистители и даже поворотники. И не забывайте всем этим пользоваться, ведь правила дорожного движения здесь тоже присутствуют. На красный свет нужно останавливаться, а в случае поворота указывать сторону, куда вы поворачиваете. Это добавит немного реализма и заставит вас ощутить себя настоящим водителем. Для более полного погружения в игру есть возможность включить вид из кабины. Вы даже сможете крутить головой, чтобы удобнее было смотреть на светофоры и другие знаки. А если вот такой реализм не для вас, то простой вид от третьего лица тоже присутствует. Он позволит видеть все авто целиком. Но скажу честно, управлять фурой с видом из кабины куда удобнее. Сама игра, конечно, довольно простая. Берете задание, садитесь за руль и едете его выполнять. Будь то работа таксистом, водителем автобуса или водителем фуры, все довольно просто. Но при этом весьма интересно. Очень большая карта позволит вам ощутить себя настоящим дальнобойщиком, пускай немного в упрощенной форме. Вы также можете переключать радио прямиком в игре. А если улетели в канаву или перевернулись, то можете возобновить свое авто. Или же отправиться прямиком в гараж. Правда, все это будет стоить немалых денег. Ну а если вы являетесь фанатом подобного рода игр, то это вам определенно понравится. Пишите свое мнение по данной игре в комментариях. Ну а мы пойдем искать игру для следующего обзора. С вами был канал Альфа Андроид Геймс. До встречи в следующем выпуске. Субтитры подогнал «Симон»